Всем привет! Здравствуйте! Мы приветствуем вас на своем канале, а называется он Тина Токсина. Я надеюсь, вы все знаете и никто не забыл. Прошлое видео мы закончили на этом месте. Мы тот район снимали, вон тот. Район улицы Спортиненку. А сейчас мы решили начать с этого же района, но пойдем в другую сторону. Литовское морское пароходство. Было создано 1 января 1969 года. Банкротство одного из градообразующих государственных предприятий – это потеря Литвой статуса морской державы. Из морского государства Литва превратилась в государство у моря. Здание построено в 1980 году. В те времена выглядело очень круто, по-импортному. Стеклопакеты зеркальные с тех времен еще, в 80-е годы, но привезли из-за границы их. В 2011 году здание купила компания ДФДС за 4 миллиона евро. Здание не соответствует современным требованиям в энергетическом плане. Здание давно строили, оно рельефное, его очень трудно утеплить. Они его покрасили снова красиво, вот, желтой краской, но оно не соответствует термоизоляционным свойствам современным. Руководство порта хочет построить новое административное здание, но пока они еще не выбрали место и проект. Это жилой дом, построен в 2006 году. Трехкомнатная квартира стоит 125 тысяч евро, двухкомнатная 100 тысяч евро. А это дворец спорта и гимнастики. В 1938 году спроектировал Виталтас Ландсбергес Жемкальнес. Это отец нашего Виталтаса Ландсбергеса. Ходил я сюда на бокс, занимался боксом. Тренер говорит, принеси дневник, покажешь какие отметки. Не понимаю, какая связь между боксом и отметками. Если плохо учился, то не мог заниматься спортом. Раньше были такие требования ко всем ученикам в любых секциях. Ну как ты будешь хорошо учиться, если тебе по голове каждый день бьют? Здание построено в 1936 году. Построено как часть комплекса, в который входил дворец спорта и гимнастики. Немецкий архитектор Херберт Рейсман строился как педагогический институт. Вначале проектировались плоской крышей так же, как и дворец спорта. Эти два здания планировали соединить галереей. В данное время здесь находится факультет здоровья Клайпетской коллегии. А я помню, тут вечерняя школа была. Кто не хотел в дневную школу ходить, потом сюда ходили учиться. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Подожди, а сейчас начался снег. Я надеюсь, что мы это видео доснимем как-нибудь. Мы подходим к Площади Победа. Зима возвращается, мы теперь будем прятаться под всеми крышами, чтобы вам снять и показать. Где-где была Пута? Вон там-то дверь была Пута. Первая дверь? Да. А Пута это был пив-бар. Пив-бар был. Я такие заведения не посещала. Я был. А все мужчины, скорее всего, знают это место. Раньше эта площадь называлась Площадь Победы, а сейчас называется Летовененку Площадь. Я помню, там пушка была наверху маленькая. А сейчас памятник Мартину Мажвидасу. Здесь находятся магазины обуви, но сейчас они закрыты. И видите, всей обуви 40% скидка. Наверное, продают по интернету. На этой площади есть аптека, она работает. Парикмахерская закрыта. Магазин одежды закрыт. Здесь еще одна аптека, она работает. И пройдем чуть-чуть вперед, посмотрим, что дальше там есть. Что работает, а что закрыто. Магазин Ики, конечно же, будет открыт. Ломбард, скорее всего, работает. И казино, потому что горят огни. Неужели казино работает? Магазин, где продают телефоны, закрыт. Дальше, что там еще есть? Магазин парфюмерии закрыт. Кафешка закрыта. Сюда встроили здание. Оно мне напоминает здание, которое сразу после революции строили. А там дальше бывший дом быта. Давайте подойдем к нему и посмотрим. Его очень красиво реставрировали. Раньше здесь был кинотеатр. Назывался он Жимайте. Сейчас здесь всякие разные магазинчики, которые во время пандемии все закрыты. И если в кафешке горит свет, то это не значит, что кафе работает. Просто оно работает на вынос. Люди заказывают и забирают еду. Куда-нибудь уходят кушать в офис или домой. А раньше тут был кинотеатр в Швиттере. Я не помню этот кинотеатр. Я только помню, что был кинотеатр рядом с Жимайте, а Швитурист не помню. А это желтое здание, библиотека. Книги можно получить в библиотеке, если вы их заранее зарезервировали. Выдают в регистратуре. Красивое здание. Всякая лепнина. Балкончик очень красивый. А регистратура находится вот там, куда пошла женщина. Очень красиво отреставрировали гостиницу Навалес. Посмотрите, какая она с красным кирпичом. Раньше жили здесь люди. У них было печное отопление. А сейчас отель 4 звезды. Дом быта. Внизу всякие магазинчики, которые сейчас закрыты. Наверху раньше были мастерские по пошиву и ремонту одежды. А сейчас там тоже магазины. Как они называются, эти магазины? Second hand. Магазины с одеждой не первой свежести. Не представляю, как в это время должны выжить отели, кафешки и всякие магазины, которые продают не продукты. Посмотрите, почти целый год все закрыто. Как содержать работников? Как содержать помещения, если это аренда? Это здание, торговый центр. Здесь только всякие магазины. Сейчас оно тоже закрыто, потому что карантин в стране. Что было в этом магазине? Здесь была очередь всегда. Тут алкоголь продавали. И мне один раз не продали здесь алкоголь. Хотя мне уже было 20 лет. У меня попросили паспорт, который я с собой не носила. И мне сказали, девочка, иди за паспортом. Это был комплимент. А здесь был пингвин, молочные коктейли и мороженое. Я не помню. Это видно было очень-очень давно. Посмотрите, сколько у нас было снега. Чистили тротуары и все снесли в кучу. А сейчас уже все тает. Очень красивое здание. Его полностью отремонтировали и отреставрировали. За нашей спиной суд. И поэтому адвокаты далеко не уходят. Они совсем рядом. Если вы выйдете из суда и вам потребуется услуга адвоката, то вы можете обратиться прямо сюда. Если идти по этой улице дальше, то дойдете до мореходки. В мореходке училось очень-очень много ребят. И ты там училась. Да, и я училась в мореходке. И очень часто под видео мужчины пишут, снимите нам мореходку, покажите нам. Вот, видите, уже там показались какие-то лодки, корабли. Это какие-то специальные приспособления, чтобы ребята могли обучаться спасению на воде. Борьба за живучесть. Дойдем до мореходки и покажем краешком глаза, как выглядит современная мореходка. Когда-то давно на этой улице были большие деревья, но их все срезали. Все, кто просили мореходку, пожалуйста, вот мореходка. Там дальше 12-этажка из красного кирпича. Это общежитие для мореходцев. А там внутри разные корпусы. Всякие проходят курсы, борьба за живучесть, еще какие-то курсы. Автомобильная площадка для учителей там внутри. А это не старый дом, это новострой. Сломали старое здание, но восстановили кирпичик к кирпичику. Так же, как и было. По старым чертежам, да. Максима Горького про гимназия. В 1945 году в Клайпиде двери открыла гимназия для русскоязычных учеников. Но не в этом здании, а в здании, где сегодня находится Симона Даха про гимназия. Через три года гимназия стала второй средней школой и переехала на улицу Поджо. Сейчас там центр молодежи. И ей присвоили имя Максима Горького. А ту вторую школу и нашу седьмую закрыли, построили эту новую школу и сюда нас перевели учиться. Вместе две школы, вторую и седьмую. В этой школе обучают 72 педагога. И как думаешь, сколько было выпусков? 50. Нет, было 65 выпусков. Один мой. Учеников. Один мой. Да, один твой. Но я до восьмого класса только доучился. Больше я не выдержал. Как-то очень мало машин около школы. Скорее всего, все дети на дистанционном обучении. В этом доме был магазин. Продуктовый магазин. Сейчас не знаю что, но все закрыто. Наступили очень тяжелые времена для всех торговцев. Для всех людей, которые занимаются гостиничным бизнесом. А также даже вот для всех туризма агентур. Потому что нельзя выехать не то, что в другую страну, даже нельзя выехать в Каунас или Вильнюс. Ты должен находиться только в своем городе. Что будет, когда откроют границы? И можно будет свободно передвигаться. Полетят все, как птицы в разные города и страны. Вот именно так все и полетят. Самолеты будут забиты полностью. И люди будут сидеть не только в салоне самолета, но и на крыше. И на крыльях самолета. О, будет видончик. Туда дальше ЗАГС, гостиница Клайпеда и самый-самый центр города. Ну а мы с вами пройдемся до торгового порта еще. Впереди у нас здание Лемарка. Очень красивое здание. Оно полукруглое. Все из стекла. Когда его построили, оно очень украсило этот район. Чем занимается Лемарка? Лемарка предоставляет транспортные услуги. Занимается всем, что связано с морским бизнесом. Перевоз грузов разными видами транспорта. И по воде, и по суше. Организация Лемарка образовалась в 1993 году. А когда построили это здание, я нигде не нашла этой информации. Я помню, как его строили. Расскажи. У меня знакомый каменщик тут кладку ложил. Ну здесь совсем мало кладки. Есть очень много там ее. Внутри? Нет, вот. А, это дальше. Чем дальше, тем больше кладки. А это тоже их здание? Этот дом построили совсем недавно. Что находится в этом здании? Здесь можно снять, арендовать офис. Также там дальше находится поликлиника. Такое современное здание из кирпича и стекла. На этой площадке практически никогда нет свободных мест. А почему? Потому что здесь находится медицинский центр Лорна. В нем очень много предоставляют разных услуг. Когда только построили медицинский центр Лорна, он помещался в этом небольшом здании. А сейчас я отойду и покажу, что построили рядом. Какое большое здание. И это все Лорна. Там в проходе находится старый корпус Лорны. А вот это, вот это. Все новый корпус. И здесь везде врачи. Какие-то консультации. Берут кровь. Есть бассейн. Мне очень нравится этот реабилитационный центр. Раньше в этом здании было хранилище банка. Здесь хранили деньги. А сейчас сделали государственный архив. Это магазин для охотников и рыболовов. Ну, конечно. Все такие злачные места, ты знаешь, где надо что-то купить для рыбалки. А раньше универмаг был. Да, небольшой универмаг. Приближаемся к проходной торгового порта. Я вам немножко расскажу про Клайпицкий порт. Глубина канала, где заходят корабли, 15,5 метров. Средняя глубина залива, 15 метров. В Клайпицком порту работает 14 крупных компаний грузовых по ремонту кораблей, предоставляющих все услуги, связанные с морским бизнесом. Порт работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. С Клайпицким портом напрямую связано более чем 800 предприятий, которые создали около 58 тысяч рабочих мест и 6% всего ВВП Литвы. Хотела для вас снять воинскую часть, которая находится напротив проходной торгового порта. Но на заборе написано, фотографировать и снимать нельзя. Поэтому воинская часть в кадр не попала. Это самосвалцы, кучи грузы переводят. Можно зерно перевозить, специальным тентом закрывают, чтобы зерно не высыпалось по дороге. Но голуби вот летают. Видно, там много зерна на территории. Вот в таком ужасном состоянии находится портянка, дворец культуры и спорта торгового порта. Стоит, никто ничего не делает. Забросили его. На этом месте, конечно же, можно построить что-то дельное и толковое. Но не находится человек, который бы купил это здание. Сюда надо вложить очень-очень много средств. Даже написано, что спортивный зал можно взять в аренду. Здание уже почти развалилось, но воспоминания остались. Как мы всегда ходили на дискотеку. Музыка такая была. Нас уже в конце тут впускали, женщины даже билеты не проверяли. Без билета даже впускали. Сейчас дома поговорим про этих женщин и про дискотеку. Мы танцевать ходили сюда. Всем спасибо, кто смотрел. До скорых встреч, новых серий. До свидания. Пока-пока.